Солдатские сапоги, шкатулка или фотоаппарат военкора. У каждой вещи есть своя история. Через нее можно узнать, чем была война для обычного человека. Кирзовые сапоги краснофлотца – это экспонат школьного музея под названием «История Соломиного». Он расположен в 7-й Петрозаводской школе. С момента его основания с 1968 года самые желанные гости здесь – ветераны Великой Отечественной войны. Один из них – Константин Малинин, уроженец Саратовской области. С июня 1942-го – командир минометного взвода 31-го отдельного Петрозаводского батальона морской пехоты. Константин Иванович участвовал в боях за освобождение Советской Карелии, Заполярье, Польши, Чехословакии. Это сапоги краснофлотца. Они принадлежали Малинину Константину Ивановичу. Он с 1942 года был командиром 31-го отдельного батальона морской пехоты. Он отдал в дар нашему музею не только сапоги, но и тельняшку командира минометного взвода, бушлат и полевую сумку. Это сапоги краснофлотца, кирзовые, размер 42. Подошва закреплена железными гвоздиками. У них есть заплатка, сапоги изношены. Малинин Константин Иванович проносил всю войну и отдал в дар нашему музею, чтобы ребята смогли увидеть и понять, что носили солдаты в то время. Константин Малинин участвовал в освобождении Петрозаводска, когда 27 июня в корабле Онижской флотилии приняли на борт бойцов подразделения 31-го батальона морской пехоты. Десант высадился в Уйской губе. Советские солдаты освободили село Деревянное и железнодорожную станцию. После того, как 27 июня 31-й отдельный батальон, где был Малинин, отправился в Уйскую губу, а на завтрашний день в 10 часов они полным ходом езжали в Петрозаводскую губу с победой и их там встречал на береге весь народ. Он их ждал, он радовался и их победе. После войны он был учителем в Волгограде. В данный момент его нет в живых. Сегодня из жизни ушло уже большинство ветеранов, друзей Соломинского школьного музея. Память о них хранят экспонаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова